Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Единая Россия успешно реализует благотворительные, образовательные и творческие проекты. В Карачаево-Черкесии федеральных проектов партии свыше 20, и все они охватывают ключевые сферы жизни. Результаты работы видны практически везде, начиная от здравоохранения, культуры, спорта до вопросов трудоустройства и ЖКХ. Партия реализует инородные программы по поддержке участников СВО и их семей, в социальной догазификации, капремонту школ, объектов здравоохранения и многим другим. Хочу отметить волонтеров Единой России, которые работают в тесном контакте с людьми, оказывают адресную помощь жителям. Уверен, что партия продолжит реализацию крупных проектов, направленных на улучшение качества жизни наших граждан. Сила нашей страны всегда была в единстве и сплоченности, и только совместными усилиями мы сможем добиться успехов во всем на благо нашей республики, нашей Родины, России. И по традиции в день рождения партия начинает декаду приемов граждан. Сегодня жители республики принимал спикер парламента, руководитель Единой России в регионе Александр Иванов. С просьбой помочь обратилась главная врач Республиканской детской многопрофильной больницы Тамара Лайпанова. Она рассказала, что детская площадка, расположенная во внутреннем дворе медучреждения, требует капитальной реконструкции. Первая площадка находится прямо в центре нашего уютного двора и пользуется фактически всесезонно. Ну если сильный ветер, можете никого там не обнаружить. А так с утра до вечера там с родителями дети, кто ожидает, кто играет, кто анализы ожидает. Потому что там есть у нас и консультативная поликлиника. Поэтому я вот принесла, ну вот здесь должны были быть качели. Их нету, мы размонтировали, потому что уже все. Вот очередной снаряд, который, вот просто здесь когда-то лошадка была. Если успеем, а мы должны успеть, быстро, прямо в ближайшее время, выделить из нашего фонда депутатского деньги и сделать хорошую площадку. РСУ Чумаев будет лично курировать и смотреть, как ведутся там все работы. Давайте сделаем хорошую, образцовую и такую, чтобы визитная карточка детской больницы, чтобы мы своей площадкой ее только украсили. Главный врач Карачаевской центрально-городской и районной больницы Денислав Айдинов обратился с предложением создать в медучреждении диализный центр. На данный момент такой центр есть в Черкесске. И для прохождения процедуры гемодиализа больные из отдаленных пунктов района вынуждены через день отправляться в многочасовой изматывающий путь. Диализный центр в Карачаевске мог бы обслуживать и соседние регионы. К примеру, житель Верхней Тиберды сейчас едет до нас. Мы его часа два везем в Черкесск, потому что они тяжелые, их быстро не отвезешь. Нам у кого-то в дороге плохо, кто-то сознание теряет. Привозим сюда в Черкесск, здесь процедура длится 4 часа. 4 часа мы процедуру делаем, они после процедуры еще слабее. И еще чуть-чуть мы едем обратно в Карачаевск. Три водителя, три машины, 18 процентов. Потом их еще у многих по финансовым возможностям нет. Там уехать уже вечером автотранспортнее. Мы довозим их еще по адресам. Спикер парламента ответил, что такое решение должно приниматься совместно с профильными министерствами, со своей стороны пообещав проработать предложение и оказать посильную помощь. За поддержкой в решении комплексной проблемы обратился председатель общества слепых Сергей Дубовик. По его словам, в силу сложившихся обстоятельств необходимо реорганизация и перепрофилирование предприятия, на котором работают инвалиды по зрению. Так как дело это затратное, было принято решение обсудить ситуацию с правительством, а поддержка на законодательном уровне будет обеспечена. Мурат Чантьозов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня филиал «Сынергии» в Карачаево-Черкесии празднует 30-летие. В зале государственной филармонии собрались руководители учебных заведений, преподаватели университета, студенты, выпускники, ветераны и друзья вуза. Пришел поздравить юбиляров глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. С торжества Альбина Ламкова. Встречи, объятия, улыбки и разговоры, а еще много цветов. А фотографии, установленные в холе филармонии, отображали самые важные моменты жизни вуза. Выпускники филиала «Сынергии» в Карачаево-Черкесии встретились с бывшими однокурсниками и преподавателями, которых не видели много времени. И, конечно же, делали памятные фотографии. Концертный зал заполнялся зрителями. Все с нетерпением ждали начала программы. 4 тысячи специалистов подготовил вуз за 30 лет работы. Многие из них работают на ключевых и высоких постах на благо нашей республики. В числе выпускников филиала глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Для учебного заведения 30 лет это довольно небольшое слово. Но ваше учреждение успело зарекомендовать себя исключительно с хорошей стороны. И, как говорит наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, главный золотой запас России – это люди. Да, именно люди, их глубокие познания и качественное образование и стремление к лучшему зовут успешного развития государства. А следующий желаю коллективу учебного заведения, студентов филиала, а также тем преподавателям, которые стоят в выстоках работы учебного заведения, крепкого здоровья и благополучия новых успехов и новых решений. Гости праздника отметили высокий профессионализм и качество подготовки специалистов, которыми так гордится вуз. Гости праздник, очень благодарны за высокую цену нашего труда. Желаем всем здоровья. Директор филиала синергии в Корчаево-Черкесии, доктор психологических наук Любови Абрекова отметила, что за годы деятельности вуз сумел обрести хорошую репутацию в республике и вносит весомый вклад в развитие образования региона в целом. Рассказала, как вуз создавали и развивали. Подчеркнула те или иные достижения и свершения, которые институт достиг за 30 лет. Мне, как директору филиала университета синергии, очень приятно видеть здесь в зале выпускников наших. Преподаватели института получили благодарности, заслуженные награды и почетные грамоты. Бесконечно счастлива, что я являюсь частью этого мероприятия. Я пришла на работу в 2015 году как старший преподаватель. До меня там работала Тимрезова Светлана Джагафаровна и работу поставила так, что продолжить это доброе дело было одно удовольствие. Поздравили юбиляровые сотрудники нашего телевидения ГТРК «Карачаева-Черкесия». Радовали гостей в перерыве между выступлениями артисты государственной филармонии. Поздравили юбиляровые сотрудники нашего телевидения ГТРК «Карачаева-Черкесия». Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3-5, а днем 16-18 градусов тепла. В управление вневедомственной охраны Росгвардии «Карачаева-Черкесии» прошла техническая конференция с военнослужащим и сотрудниками терророргана, владельцами личного транспорта. Перед владельцами транспортных средств выступил инспектор военной автоинспекции Ильгар Нахметов, который разъяснил требования руководящих документов, регламентирующих организацию работы по укреплению дорожно-транспортной дисциплины среди личного состава. Также перед Росгвардейцами с докладом о состоянии аварийности на дорогах республики выступил инспектор отделения пропаганды ОГИБДД ОМВД России по черкесску лейтенант полиции Тимур Дахчуков. Офицер довел обзор нарушений правил дорожного движения, рассказал об основных причинах ДТП и напомнил личному составу о необходимости соблюдения скоростного режима и об опасности выезда на полосу дороги, предназначенной для встречного движения. В завершение спикеры дали исчерпывающие ответы и разъяснения на интересующие вопросы росгвардейцев. В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» члены партии «Единая Россия» вместе с сотрудниками госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». В ходе акции волонтеры и сотрудники ГИБДД обратились к пешеходам с просьбой соблюдать правила дорожного движения, переходить проезжую часть в разрешенных местах и по пешеходному переходу. Альбина Ламкова продолжит тему. Обязательно мы должны убедиться, что все три полосы остановились, а потом переходить дорогу. Хорошо? Все? Нужно смотреть, чтобы машин было мало и тогда переходить. И одеваться в заметную форму, чтобы водитель видел тебя на дороге. И нужно не превышать скорость, потому что если человек будет переходить, он не заметит и просто собьет его. Он же не успеет на тормоза нажать. Мероприятие прошло уже в леного пешеходного перехода Черкеска. Волонтеры партии «Единая Россия» и сотрудники ГИБДД напомнили о необходимости носить на одежде светоотражающие элементы, так как большинство наездов на пешеходов приходится в темное время суток или в условиях плохой видимости. А также обратили внимание пешеходов на опасность использования современных гаджетов во время перехода проезжей части. Невнимательность и спешка водителей порой приводят к печальным последствиям. По данным статистики, на территории республики зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Из них 9 погибло, в том числе один ребенок. 54 ранено и 15 из них детей получаются. Даже если горит зеленый сигнал светофора, необходимо полностью убедиться в безопасности перехода. Правила дорожного движения нужно соблюдать обязательно для безопасности своей жизни, в принципе, для своего здоровья. Неизвестно, может произойти любая ситуация, в которой человек может сильно пострадать. В зоне риска может оказаться каждый, отметил Тимур Дахчуков. Главное пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены. И в дорожно-транспортных происшествиях зачастую получают очень тяжелые травмы, в том числе и несовместимые с жизнью. Еще госсоинспектор обратил внимание, чтобы взрослые личным примером показывали соблюдение правил дорожного движения. Это лучшее средство воспитания ребенка. По данному направлению проводится очень большая работа во всех наших школах по городу Черкесску, во всех дошкольных учреждениях, садах и детсадах. С детьми проводится обязательно профилактическая беседа о том, что обязательно нужно знать, где и как переходить пешеходный переход. Также хотелось бы обратить к родителям, вели беседу с детьми о том, что они должны не нарушать правила дорожного движения и переходить в определенном месте, где у нас есть пешеходные переходы. Безопасность на дороге зависит как от пешеходов, так и от водителей. Особую бдительность следует проявлять по отношению к детям и пожилым участникам дорожного движения, которые часто неверно оценивают дорожную ситуацию и не могут быстро и правильно среагировать на происходящее в проезжей части. Быть предельно внимательным при проезде перекрестков и пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, исключив рискованные маневры. У нас проходит оперативное профилактическое мероприятие, пешеход. Хотелось бы, конечно, центрировать внимание вам, как водителю, чтобы вы не нарушали эти правила дорожного движения. Соответственно, к подъезду к пешеходному переходу обязательно сбрасывали скорость. Безину вы поменяли, все хорошо у вас? Все, тем более, на зимний период переходим, надо будет быть аккуратным. Хотелось бы такую памятку вам вручить, чтобы вы это почитали обязательно. Здесь опять факты о всех правах дорожного движения, которые конкретно касаются вас и водителей. Хорошо? Инспекторы рассказали об ответственности, которая предусмотрена за административные правонарушения. И призвали всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. А что бы вы пожелали участникам дорожного движения? Аккуратности, ценить свое здоровье и чужих тоже. Самое главное – аккуратность и внимание ко всему. Альбин Ламков, Алий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это вся Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Ну-ка, все вместе». Хороших выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова